Несмотря на то, что Европейский Союз продолжает заявлять о недопустимости оплаты за российский газ в рублях, а Российская Федерация грозит прекратить поставки в случае неоплаты поставок в российской валюте, цены на энергоносители продолжают идти вниз. В частности, стоимость нефти опустилась практически до 110 долларов за баррель. Создается впечатление, что движение нефтяной котировки вниз – не что иное, как спекулятивное движение. Довольно часто на рынках в преддверии какого-то важного события котировки движутся в противоположном от ожидаемого развития событий направлении. Так спекулянты готовятся к последующему скачку, тем самым усиливая его масштабы. Ждать осталось недолго, так как уже с 1 апреля российский газ должен продаваться в Европу исключительно за рубли. Учитывая, что между нефтью и газом есть прямая взаимосвязь, а также то, что рынок ждет в дальнейшем распространения оплаты рублями, в том числе и за нефть, стоимость черного золота будет напрямую зависеть от дальнейшего развития событий. И если Российская Федерация действительно приостановит поставки газа, то стоимость черного золота резко подскочит вверх. Если же ситуация разрешится, то котировки останутся в районе текущих значений или несколько ниже. Фьючерсы на нефть марки Brent в стадии коррекции достигли первой точки опоры в виде значения 110 долларов за баррель. Здесь возникло сокращение объема коротких позиций и как результат откат вверх. В данной ситуации коррекционный ход все еще преобладает на рынке и тем самым допускается дальнейшее снижение. Но этот сигнал будет подтвержден в случае удержания цены ниже значения 109 долларов за баррель. В качестве основной точки опоры трейдеры рассматривают психологический уровень в 100 долларов за баррель. Что касается роста стоимости нефти относительно текущих значений, то сигнал пока не подтвержден. Трейдеры рассмотрят такой сценарий лишь в случае удержания цены выше значения в 115,5 долларов за баррель на четырехчасовом периоде. Золото тоже ведет себя несколько странно, на горизонте маячит перспективы исторической трансформации глобального рынка энергоносителей, что, конечно же, скажется на всей мировой экономике. Причем никто не может сказать, какой будет новая конфигурация международных торговых отношений. А это не что иное, как резкий рост рисков неопределенности. И в подобных условиях защитные активы должны активно расти. Но вместо этого золото продолжает постепенно дешеветь и уже опустилось к отметке в 1920 долларов за тройскую унцию. Судя по всему, ситуация в данном случае аналогична той, которая сложилась по нефти. Речь идет о чрезмерном спекулятивном ажиотаже. Высока вероятность того, что уже через 2-3 дня золото будет либо стремительно расти, либо же останется в районе текущих значений. Что мы пока видим на графиках? Фьючерсы на золото по-прежнему находятся под давлением продавцов, которые вернули котировку в район уровня поддержки на 1920 долларов. В случае повторения прошлого район опоры может оказать давление на короткие позиции. Это приведет к их сокращению и, как результат, откату вверх по направлению к отметке в 1940 долларов. Альтернативный сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены ниже значения в 1910 долларов за тройскую унцию. В этом случае нисходящий цикл будет продолжен, котировка со временем опустится ниже уровня в 1900 долларов. На то, что никакого резкого роста цен на нефть или золото все же не будет, намекает поведение рубля. Российская валюта продолжает уверенно укрепляться. И стоимость доллара в ходе биржевых торгов уже опускалась немногим ниже 90 рублей. Такое возможно только лишь в случае резкого роста спроса на российскую валюту. И связано это, скорее всего, с тем, что европейские компании готовятся к переходу на оплату за газ в рублях. Ведь европейские страны не ввели никакого запрета на оплату в рублях, а лишь призвали свои компании не отказаться оплачивать поставки в российской валюте. Сами же компании, видимо, решили на всякий случай подготовиться к этому событию и активно покупают рубли. На этом у нас пока все. Мы продолжаем следить за развитием ситуации на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей. Вместе с нами. Увидимся через пару часов.